Добрый день! Сегодня у нас с вами будет пятый урок. И в преддверии новогодних и рождественских праздников мы с вами будем разбирать такой резвяный новоричный репертуар. Сегодня мы будем учить пьеску, которая называется «Джингл басс». И у меня для вас хорошая новость. Диапазон этой пьески очень небольшой. Буквально пять нотов. Сейчас мы с вами посчитаем. То есть мы начинаем играть от ноты соль. Находим ее после фа. Соль первой октавы. Соль. Потом ля. Си. До. И ре. Вот эти пять нот, которые нам будут сегодня нужны. В этом произведении у нас нет знаков. То есть мы настаиваем тональности ломажорный нот, когда у нас только белые клавиши на районе. И начинаем изучать произведение. Мы поделим эту пьеску на четыре фрагмента. Первые три у нас будут одинаковые, а второй и четвертый будут отличаться. Начинаем. Значит еще в этом произведении будет задействован такой технический прием, как первый и второй палец. Мы будем очень много играть именно первый и второй палец. И одна связка у нас будет три пальца. Мы будем играть не так. Мы будем очень много играть, например, одним пальцем, потом одним пальцем. И нам нужно будет перед этим произведением сделать такое небольшое упражнение. То есть мы берем, играем сначала первым пальцем, переставляем у нас трон в пилу, щипаем. Мы будем очень много играть. Мы будем играть не так. То есть, если вы сделаете это упражнение, оно вам очень поможет для того, чтобы получиться играть в это произведение. Начинаем саму пес. То есть, мы начинаем от ноты Си, которая расположена за До. Ставим два пальца на Си и Ре. То есть, у нас как бы посередине получается красная струна До. И начинаем играть. И переставляем три пальца на сон. Покажу еще раз медленнее. То есть, мы ставим два пальца и вначале играем вторым Си. Потом один раз Ре и переставляем три пальца Соль, Ля, Си за Фа. Играем на слух. Для начала лучше прослушать много раз это произведение, для того, чтобы оно как-то улеглось и мы уже играли по слуху. Еще раз медленнее. Следующий фрагмент у нас будет начинаться от До и идти вниз. Мы вначале До играем одним пальцем вторым. Потом ставим два пальца на следующие ноты вниз. И на Ре после красной. То есть, у нас здесь такая связка, когда мы начинаем играть первым пальцем, потом мы начинаем играть вторым, а первый опять становится на ту же струну и опять тоже начинает играть. Поэтому вот это упражнение, оно очень поможет. Можно даже по две ноты, по три играть. Еще раз второй фрагмент. И Ре. Третий фрагмент у нас точно такой же, как и предыдущий. Первый. И дальше мы разбираем последний четвертый фрагмент. Мы ставим два пальца на красную струну на До и ниже на Си. И играем. И потом этот палец переставляем на ноту выше, на Ре. А начинаем играть вторым. И перескакиваем. Еще раз. И ставим на Ля и Соль. Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось. Сыграем очень медленно с самого начала. Соль. 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 Вы можете точно так же сыграть тоже самое на октаву ниже левой рукой. Те же пальцы. Если, например, вам где-то неудобно, например, у нас здесь был такой отрывок, где мы щипали первым пальцем Р, и вам, например, хочется вторым, то вы можете где-то менять, то есть подстраиваться под себя, то есть как-то более быть гибким в этом вопросе. То есть вы можете выучить левой рукой, вы можете переносить в разные октавы, чтобы это был какой-то другой тембр, и когда вы уже повторите и правую, и левую руку, вы можете сыграть это в дениссон для руками. Я желаю вам успехов и выучить это произведение до праздника.